Подписчик пригнал нам Custom Bike на базе BMW K100 RS 1985 года для установки контроллера Immunit Blue и замены всей оптики с приборной панелью. Основная причина – низкое качество комплектующих и неполный функционал. Фара сильно греется и плохо светит, приборная панель не отображает стандартный набор индикаторов. Сигналы поворотов и тормоза еле заметны на дороге. Они подключены через вот такое реле, которое сразу отрезаем. Также сразу выкидываем незаводскую врезку. Пульты подключены через коннекторы, их можно отсоединить и продать. Фару отрезаем, разбирать ее нет смысла, все равно проводка будет собираться заново. Все неиспользуемые разъемы удаляем. Коннекторы и управляющие реле отрезаем. При сборке нам понадобится только реле температуры с включением вентилятора по фиолетовому проводу. Остальные не нужны. Блок предохранителей также не нужен. В результате вырезаем почти все, кроме проводов блока зажигания, матроника и датчика давления масла. Перед работой надо хорошо очистить все поверхности и элементы. Короба и кожух останутся на месте, но для чистки их удобнее снять. Рекомендую тщательно очистить все блоки и провода, чтобы в дальнейшем работать без перчаток. Регулируемые клепоны АБМ я установлю сейчас, чтобы можно было держать мотоцикл и поворачивать руль. А вот и контроллер M-Unit Blue с Bluetooth-подключением к смартфону для бесключевого доступа, который заменяет предохранители и реле. Также эта версия работает как сигнализация и имеет расширенный функционал. Очищенные кожух и короба возвращаем на место. От размещения и ориентации контроллера зависит прокладка проводов, сложность сборки и разборность сети. Из всех вариантов горизонтальное крепление на пластине в центре мне показалось самым простым и доступным. В этом случае не нужно сверлить короб, а пластина может использоваться как земля. Единственный главный предохранитель контроллера я закрепил на таком алюминиевом кронштейне. M-Unit подключен и работает. Оригинальное реле стартера остается на штатном месте. Я немного доработал пластину и закрепил на нее реле температуры, который управляет вентилятором радиатора. Вентилятор я сразу подключу через разъемный коннектор, а реле временно запитаю в порт AUX. Breakout Box я закрепил слева от M-Unit в единственный свободный угол. Этот блок объединяет все сигналы, кроме датчика скорости и тахометра, для передачи по одному проводу в приборку Motoscope Pro. В инструкции указаны цвета проводов к световым приборам. Их лучше проложить с запасом длины и укорачивать по мере установки элементов и сборки сети. В этой косе идут провода питания фары и поворотников. Косу желательно стягивать по всей длине, чтобы точно определять длину проводов при подключении и укорачивании. Поворотники MotoGadget M-Blaze Disc изготовлены под отверстие диаметром 14 мм, а клепоны ABM оснащены толстостенными трубками с внутренним диаметром 12 мм, поэтому их необходимо рассверливать. Реле M-Button оснащено длинными тонкими проводами, которые отлично подойдут для пультов управления. В комплекте проводов MotoGadget таких проводов нет, хотя они самые нужные и редкие. Кнопки пультов подключаем в соответствии с цветами, указанными на реле M-Button. Оно объединяет все провода в один, который пойдет на контроллер M-Unit. Это сильно уменьшит толщину косы от фары. Чтобы от пульта шел только один провод на землю, все минусы нужно объединить внутри корпуса. Для этого в комплекте идут наконечники и крепеж. На левом пульте кнопки поворотника, сигнала и дальнего света. Для стандартного функционала мотоцикла достаточно пяти кнопок, но правый пульт также трехкнопочный, потому что передняя кнопка будет управлять приборной панелью. Еще на этом пульте есть кнопки правого поворотника и стартера, которая также останавливает двигатель. Фару LSL-80s в алюминиевом корпусе мы установим на старые кронштейны, которые я немного подогнул для лучшего обхвата пера. Внутри достаточно места для размещения всех коннекторов и релеем баттон. Минималистичная машинка газа Buildwell вместо оригинальной, которую пришлось снять из-за того, что она интегрирована в пульт. На трубку установим алюминиевую гриппцу MotoGadget с необычным креплением. Сперва я ее накину, чтобы убедиться, что нет перекоса и есть достаточный зазор до корпуса машинки. Упоры затягиваются так, чтобы центр кольца совпадал с центром трубки. Грипп состоит без перекоса, зазор достаточный. Теперь можно посадить упоры на фиксатор резьбы и окончательно накрутить гриппцу. На трубку газа я намотаю резину в качестве распорки. Теперь нужно накинуть поворотник Emblaze, чтобы выставить зазор до гриппцы и зафиксировать машинку газа на трубке клепона. Зазор выставляется в крайнем положении, чтобы гриппца не терлась о поворотник. Машинку газа и поворотник я установил сейчас, чтобы точно определить положение пульта и, соответственно, отверстие в трубке под провода. При разметке нужно учитывать наклон пульта, потому что потом трубку нельзя будет повернуть как угодно из-за изгиба в месте фиксации, который дает дополнительную регулировку клепонов. Перед сверлением желательно снять поворотник, чтобы не задеть его провода. Заусенцы и острые грани обязательно нужно сточить, так как они могут порезать оплетку провода. Для удобства сверления и монтажа я повернул трубку, так что ее надо вернуть в стандартное положение. Теперь можно окончательно установить поворотник. Резиновая распорка затягивается от руки. Корпус должен быть логотипом вверх, чтобы поворотник светил вперед и назад. Для подключения приборки Мотоскоп ПРО я использую 9-пиновый коннектор. В нее должны входить сигналы датчика скорости и тахометра, который можно использовать стандартный от катушек зажигания. Провода пульта впрячем в гибкий рукав. Собираем коннектор, чтобы пульт был отключаемый, и прокладываем в фару. Также делаем три коннектора у реле М-баттон. Два подпульта и один подпитание с проводом на М-юнит. Этот провод подключается в порт конфиг и передает управляющий сигнал от пультов и датчика тормоза. Аналогично устанавливается второй пульт. Я его расположил симметрично правому, на удалении от грипса. Грипса устанавливается так же, как правая, но с резиновым кольцом из комплекта, под трубку 22 мм. Провода я решил прокладывать за стойками клепона, так они менее заметны. Для объединения всех минусов в фаре я использую разборную клемму. Косу оборачиваем в рукав. В дальнейшем еще надо будет подключить датчик переднего тормоза, крылеем баттон. Концы рукава фиксируем термоусадкой. С левой стороны также используем рукав для косы и изоленту для пары проводов. Сигнал я размещу справа, под него уже есть отверстие в раме. Плюс прокладывается в косе, а минус подключается в стандартное место на раме. На этом этапе можно временно подключить все установленные потребители и реле стартера. Для минуса вместо клеммы мы используем шпильку на пластине. Брэкаутбокс также можно запитать и подключить к приборке через оранжевый провод. Провод датчика скорости мы сделаем разборный, на коннекторе, который желательно надежно зафиксировать на случай разрыва, чтобы провод оторвался от коннектора, а не от основной косы. Поворотники Kellerman Bullet 1000DF оснащены габаритами и стоп-сигналом, так что не надо придумывать задний фонарь с креплением. Их установим в старые места через шайбы. Поворотники сертифицированные, очень яркие, имеют защиту от скачков напряжения и могут брать массу с корпуса, чтобы не тянуть лишний провод в косе. Но мы его проведем, так как раму, возможно, в будущем будут переделывать и перекрашивать. Провода компактно прокладываются за корпусом реле стартера и подключаются к контроллеру и массе. Далее устанавливаем передний главный цилиндр и банжо-болт с интегрированным датчиком тормоза, который подключается на массу через клемму и крылеем баттон через коннектор. Теперь фару можно собрать и окончательно зафиксировать. Оригинальный датчик уровня топлива подключаем в Breakout Box. Чтобы датчик корректно работал, его надо обучить в двух положениях в соответствующем меню приборки Motoscope Pro. Вот такой минус, который пойдет на датчик нейтрали, поворотники и Breakout Box. Мы уже делали конвертер счетчика передач в датчик нейтрали для проекта на базе K1100LT. На этой модели такой же счетчик передач, так что выходной сигнал конвертера можно подключить в Breakout Box. От реле температуры я возьму сигнал перегрева и вместе с датчиком давления масла подключу в Breakout Box. Не вижу проблемы в двух сигналах на один индикатор приборки, потому что у них разный режим включения. Остальные порты Breakout Box подключаются к поворотникам и дальнему свету. Чтобы в приложении M-Rite иметь статистику данных датчика скорости, он подключается во входной порт AUX2 и дублируется на приборку для спидометра и одометра. В порт AUX1 мы подключили управляющий провод из блока зажигания и перевели его в режим включателя через приложение, чтобы выходной порт включался только при работающем двигателе. В него мы запитали бензонасос. Для питания блока зажигания есть соответствующий порт и гнишин. На случай, если смартфон сядет, мы решили сохранить стандартный замок с ключом. Но в радиусе двух метров смартфон обеспечивает бесключевой доступ. После выключения мотоцикл встает в режим охраны, что подтверждается морганием поворотников. Сигнализация активируется при любом движении мотоцикла, если смартфона нет поблизости. Поворотники диодные, очень яркие. Передние светят как вперед, так и назад, что повышает заметность на дороге. Ближний и дальний свет управляются одной кнопкой. Сигнал на левой фронтальной кнопке. На правой фронтальной – навигация в меню приборки. Конвертер счетчика передач работает корректно, и зеленый индикатор загорается только на нейтральной передаче. Стандартный сигнал тахометра корректно работает без дополнительных настроек. Приобрести компоненты MotoGadget и получить консультацию можно в нашем магазине Stantex.